Гомельское училище Олимпийского резерва Требованием дня Хотя перспектива появления тренировочной базы Собственной в Гомелях и сегодня имеется Достаточно назвать такие объекты Как дворец легкой атлетики Как дворец водных видов спорта Это грибные базы, это грибной канал И вот мы пользуемся Вот этой спортивной базой Но здесь вопрос, я бы даже подчеркнул Что А каково же качество проведения Учебно-тренировочного процесса Если бы У нас действительно спортивная база была Вот здесь, в пределах досягаемости То Затраты на Пока дойдет до тренировки И временные и финансовые И вот Еще 7 лет тому назад Вот этот спортивный комплекс Который за стадионом Центральным Уже 7 лет он ремонтируется Есть проектно-сметная документация Но Понятное дело, что сегодня не хватает денег Не хватает финансирования И вот получается 7 лет идет реконструкция А там великолепная база Сама по себе Бассейн 25-метровый Там Значит Игровой зал 24 на 12 Там стрелковый тир В подвальном помещении Там можно оборудовать И под тяжелую атлетику Под спортивное помещение Под единоборство То есть все 10 минут ходьмы И пожалуйста Наши учащиеся здесь То есть качество Насколько повысится Учебно-тренировочного процесса Ну и там великолепный Значит Медицинский центр Он уже сегодня там сделан Поэтому Вот такая проблема Она есть И как предложение Конечно Если бы Побыстрее это все сделать И нам его передать А мысли такие были Результативность Еще увеличилась бы Ну еще как проблемка Просили легкой атлетикой Конечно Да Ну дворец легкой атлетики нет А стадиона сегодня У нас тоже нет Поэтому наши учащиеся Они вынуждены летом Ехать там врез В гроз Тренироваться Понимаете То есть мы тратим Бюджетные деньги В другие области Они уходят Вот такая на сегодняшний день Проблема Вот по этому вопросу И все-таки В центре внимания Дети Талантливые И целеустремленные Как осуществляется Вот этот подбор Будущих спортивных звезд Система она выстроена Значит Общеобразовательные Школы Проводятся различные Массовые соревнования В том числе И легкоатлетические Ну мы все же с вами учились Помните Четырехболи Метали Бегали там И уже там За детками Как раз таки Наблюдают И присматривают Наши тренеры И другие тренеры Селекционеры Которые видят Вот так как пример Чтобы не быть голословным Кравченко Андрей Вот он с Мышенки Петриковский район Ну кто знал этого мальчика Но Иван Петрович Гордиенко Занятил его на соревнованиях Он бежит Понимается Он первый там В Петриковском районе А здесь пришли Тут ребята из Гомеля Там из Мозыря И он не может выиграть Он плачет Но он бежит Говорит Я все равно выиграю А дальше связь Тренер И учитель физкультуры Вот здесь Конечно должен быть Как-то заинтересован Быть и учитель физкультуры Он уже видит Вы знаете Оно с детского сада Да уже виден Лидер Если он лидер Он старается выиграть Он старается быть первым во всем Вот Ну вот допустим Тому же Оземши Да Это филиал Мозыр Позвонили И сказали Значит С Хонницкого района Значит Приедьте посмотрите Там у нас девочка есть Ну извините Вот как я говорю Гоняют всех хлопцев Приезжает туда Там в Ленческий район Вот Оля Худенко Такая кряжистая Крепенькая Все Пожалуйста Чемпионка мира Призерка олимпийских игр Она вне всякой секции Вот ее просто так отобрали Я уверен Таких примеров у вас Достаточно много Примеров много Это и Полторан Мария Это значит И Зябровки Мария Мамашук Понимаете И Софья Юрченко Я могу называть Очень много Действительно целеустремленные ребята Как мотивировать Спортсменов на результат Я думаю Что вы часто сталкивались С мыслью Следующего плана В спорте Тем более региональном Много не заработаешь И это нормально Что и дети Особенно их родители Рассматривают варианты будущего Говоря про профессию И хотят Чтобы она приносила Достойный заработок Можем ли мы его обеспечить И как мотивируем сегодня Молодых Первое На что мы обращаем внимание И говорим Вот Ты сюда пришел Государство Тратит на тебя Деньги Это порядка Пяти тысяч Долларов США В год На одного учащегося Значит Может ли Твоя семья Обеспечить Тебя То есть Вложить в тебя Такие деньги А вы знаете Если бы я сейчас сказал Социальный портрет Училище Олимпийского резерва Ну вы знаете Ну так Если бегло То это Пятьдесят процентов Примерно Это сельские жители Восемь человек У нас Это Родителей нет Опекуны Бабушка Дедушка Один круглая сирота Значит Порядка Вот у нас получается Пятьдесят процентов Как я уже Да Семьи Ну не то что они Неблагополучные Но не полные семьи То есть Отца нет допустим Одна мать А что мать там заработает На районе И мы им говорим Ну что ты Вот смотри Государство для тебя Делает все Пятиразовое питание У тебя Проживание в общежитии Бесплатное Значит Учим тебя Бесплатно Календарь Спортивно-массовых Мероприятий Бесплатно Тренеры Одни из лучших В республике Ну что тебе Еще надо То есть Все условия Созданы Тренируйся Показывай результат Второе Ты выиграл Олимпийские Дни молодежи Либо Передница республики У тебя уже Областная стипендия А это Триста рублей Триста рублей К тому что я уже Сказал К твоему Материальному Обеспечению Еще триста рублей Тебе еще Вон там 15-16 лет А ты еще Получаешь Триста рублей Далее Ты показал Результат На Международных Соревнованиях Ты можешь Получать Президентскую Стипендию Спортивного Клуба Дальше Ты идешь В состав Нацкоманды А там уже Ставки сделаны Зависят от Результата А ты выезжаешь На международные Соревнования А ты живешь В лучших Гостиницах А ты питаешься Не так Как где-то Когда ты поедешь Домой Ну и плюс Вы знаете Каждый Вот ребята Они там В душе Они лидеры И они хотят Выигрывать И они хотят Стоять на пьедесталы Услышать Гин в честь Нашей страны А это уважение людей А что касается Вот вы говорите Мало получают Ну смотря какой вид спорта Поэтому Если родители Они иногда Перебарщивают Понимаете Они уже в своем Ребенке Видят Как какую-то машину Для зарабатывания денег Это как правило Вот теннис Да Теннис Ну имеется ввиду Так Большой теннис Вот сейчас я вложу У него деньги Потом он едет В Америку Потом он будет Много денег Зарабатывать И всем будет хорошо Если вот смотреть С этой точки зрения Это Ну это неправильно Вторые европейские игры Кто из выпускников Училища Будет представлять Нашу страну На этой олимпиаде Из порядка 30 человек Которые выйдут От области И будут защищать Нашей страны Честь В составе Национальной команде Практически 100% Это наши выпускники За исключением Там баскетбол Будет Значит У нас нет Игровых видов спорта И эти люди Все Они не едут туда Туристами Они сделают все Чтобы достойно Показать результат Поэтому они едут туда Побеждать Но если так вот сказать Да Ну конечно Это исторически Сложившиеся У нас виды спорта Ну это гребля будет А нам все известно Кто по гребле поедет Особенно будут Отличаться Женщины наши Там шансы Очень велики Вот Это единоборство Ну В легкой атлетике Некоторые будут Вот Кравченко Андрей Да Называю просто фамилию Он восстановился Сейчас республику выжил Вот И в принципе У него неплохой результат Парень этот Очень целеустремленный Вот Если у него Состояние здоровья Позволит Поверьте Он тоже покажет Хороший результат И в завершение Василий Васильевич Вы руководите Училищем Около 7 лет Возглавляли Больше 10 лет Управления Спорта и туризма Облсполкома Как считаете Отчего будет Та самая эффективность Выступления На Евроиграх Зависеть Что бы пожелали Ребятам Вы знаете Если А я думаю Что это будет так Спортсмен Прошел все Этапы подготовки То Если он Будет В состоянии Скажем Души И тела Нормальной То все Дальше будет Зависеть От удачи То есть Когда Игоря Макарова Спросили А как Ты же Только Третьем На мире И ты Вдруг Выиграл Олимпийские Игры Там были Спортсмены Один Японец Который В течение 10 лет Вообще Не проиграл Ни одной Схватки Он сказал Сошли Звезды Я пожелал Нашим Всем спортсменам Понятное Дело Проявить Все свои Лучшие Качества Бойцовские Это Соревнования Которые Проводятся В нашей Стране Такого ранга Впервые Конечно Своего рода Волнения будут Но они Профессионалы Они с этим Справятся И должны Показать Достойный Результат Ну и конечно Удачи Василий Васильевич Спасибо за это интервью Успехов в делах И до встречи В эфире Спасибо большое Спасибо